Всем привет! Сегодня я хочу показать начало, как связать тот красный берет, который мы с вами вязали. Но, честно говоря, я посмотрела вчера качество этого видео и поняла, что у меня что-то было с камерой, а я, когда выкладывала видео, этого не заметила, честно говоря. Итак, в общем, берем пряжу, крючок. Я специально взяла немножечко толще пряжи, толще крючок, чтобы вы увидели именно тонкости вязания. Делаем кольцо мигруми и закрепляем его петелечкой. Теперь в кольцо будем чередовать лепесточек, столбик без накида, лепесточек, столбик без накида. Итак, начнем. Делаем 4 воздушные петелечки. 1, 2, 3, 4. И в колечко делаем столбик без накида. Теперь снова набираем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И в колечко столбик без накида провязываем. У нас уже образовался второй лепесток. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. В колечко. Третий лепесточек. Снова 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Четвертый лепесточек. Снова 1, 2, 3, 4. Столбик без накида. Пятый лепесточек. И последний раз. 1, 2, 3, 4. И столбик без накида в кольцо мигруми. Теперь придерживаем петелечку последнюю и стягиваем наше колечко. Стягивайте так аккуратненько, чтобы в принципе ничего у нас не порвалось и не зацепилось. И так, в общем. Вот так вот еще немножечко я стяну. У меня не до конца было стянуто. И так, в общем. Теперь приступаем ко второму ряду. Снова делаем 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. И в первую, вот этот вот, первый лепесточек наш, который вы видите, вот мы набирали первые 4 воздушные петельки. В него делаем 2 столбика без накида. 1 столбик. И сюда же второй столбик без накида. Теперь снова 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. Находим второй лепесточек. Вот он у нас. Состоящий из воздушных 4 петельки. В него снова ныряем крючком. Делаем столбик без накида. Еще раз второй столбик без накида. Теперь снова 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Находим третий лепесточек. И в него вяжем 2 столбика без накида. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Находим вот следующий наш лепесточек свободный. И в него провязываем 2 столбика без накида. 1 и 2. Теперь снова 1, 2, 3, 4. Находим следующий лепесточек. Вот он у нас свободный. Получается в него провязываем 2 столбика без накида. И 1, 2, 3, 4. Провязываем в последний свободный лепесток наш 6. 2 столбика без накида. Итак, мы провязали второй ряд. Третий ряд. Теперь снова смотрите. У нас всегда будет сопровождаться чередование 4 воздушных петель. 3, 4. А затем столбики без накида. Потом снова 4 воздушные петельки, столбики без накида. 4 воздушные петельки, столбики без накида. Но столбики без накида будут постепенно увеличиваться. Итак, провязываем третий ряд. У нас снова вот эта вот арочка получается, лепесточек. В него провязываем 2 столбика без накида. Всегда в лепесточек нашу арочку провязываем 2 столбика без накида. Но в третьем ряду у вас получается со второго ряда вот они два столбика без накида провязаны. Из них первый столбик без накида провязываем столбиком без накида. То есть вот мы получается сейчас в третьем ряду провязываем уже два столбика без накида в лепесточек. И третий из вот этих вот двух предыдущего ряда. Теперь снова провязали столбики 4 воздушные петли. 2, 3, 4. Арочка у нас вот она лепесточек. Снова два столбика без накида провязываем. Теперь снова с предыдущего ряда вот они два столбика без накида. В один из них первый провязываем столбик. Последний столбик мы всегда будем не довязывать. То есть последний столбик перед лепестком мы не довязываем. Благодаря ему будут смещения. 1, 2, 3, 4. Теперь снова в арочку в этот лепесточек провязываем два столбика без накида. С предыдущего ряда довязываем один столбик без накида. Снова один, два, три, четыре. В арочку два столбика без накида в стебель. Теперь снова чередование. Смотрите, вот провязали в стебель и первую петельку вот сюда провязываем в столбик без накида. Один у нас остается свободный. Теперь снова чередование. 1, 2, 3, 4. В стебель провязываем два столбика без накида. Один, второй. И довязываем один с предыдущего ряда столбик без накида. Снова один, два, три, четыре. Снова в арочку два столбика без накида. И третью довязываем с предыдущего ряда. Один, два, три, четыре. А теперь уже у нас начинается четвертый ряд. Обратите внимание, у нас уже здесь провязано три столбика без накида. То есть два мы провязываем столбика без накида в арочку. И из этих трех мы провязываем уже два столбика без накида. Один и второй. Теперь снова чередование. Один, два, три, четыре. В арочку провязываем в лепесточек два столбика без накида. И с предыдущего ряда довязываем два столбика без накида. Вот сюда вот. А последний, третий столбик без накида мы не довязываем. Я вам говорила, что благодаря ему у нас будет смещение дырочек вот этих. Теперь снова один, два, три, четыре. В арочку сюда вот в нашу, так сказать, стебелечек наш провязываем два столбика без накида. И с предыдущего ряда довязываем два столбика без накида. То есть между нашими арочками, дырочками, столбики, как вы видите, в каждом ряду увеличиваются на один. Снова один, два, три, четыре. В арочку два столбика без накида в наш лепесточек. А затем с предыдущего ряда у нас увеличивается. Один и второй провязываем. Третий у нас остается свободный. Снова один, два, три, четыре. В арочку просто два столбика без накида. И с предыдущего ряда довязываем два столбика без накида. Снова один, два, три, четыре. В арочку два столбика без накида. Стебелечек наш. И довязываем с предыдущего ряда два столбика без накида в две петли. Третью оставляем свободной. Снова один, два, три, четыре. Стебелечек два столбика без накида. И теперь уже у нас, смотрите, следующий ряд. Мы теперь будем провязывать три столбика. И последний четвертый будет свободный. Итак, один, два, третий провязали. Всего у нас получается пять столбиков без накида, два в дырочке и три в промежутке между нашими стебелечками. Теперь снова один, два, три, четыре. В арочку два столбика без накида. И снова с предыдущего ряда у нас четыре столбика было провязано, но один мы оставляем последний, не провязанный. Поэтому три столбика без накида мы провязываем сразу. Теперь снова один, два, три, четыре. В арочку два столбика один, второй. И отсюда с предыдущего ряда провязываем только три столбика без накида. Четвертый свободный. Как вы видите, у нас идет чередование столбиков без накида и воздушных петелек. Столбиков без накида и воздушных петелек. Один, два, три, четыре. В арочку провязываем в лепесточек два столбика без накида. И с предыдущего ряда провязываем уже три столбика без накида. Четвертый оставляем свободный. То есть, смотрите, в арочку мы всегда провязываем два столбика без накида. А здесь довязываем то количество столбиков, которое у нас было провязано в предыдущем ряду, кроме последней. Снова воздушные петли, вот они у нас идут, смотрите. Так и набираем воздушные петли. И снова в них два столбика без накида. И довязываем все столбики, кроме последней петелечки. Снова воздушные петли, кроме воздушной петелечки. воздушные петли столбики кроме воздушной петельки и в арочке у вас всегда провязывается два столбика без накида и таким образом у вас количество столбиков без накида помеж вот этими вот арочками всегда будет увеличиваться то есть продолжим с вами еще я пару рядочков провяжу чтобы вы поняли провязываем 1 2 3 4 воздушные петельки наш лепесточек 2 столбика без накида как всегда и провязываем в каждый каждую петельку столбик без накида кроме последней петли оставляем ее снова 1 2 3 4 в лепесточек 2 столбика без накида 1 2 и продолжаем провязывать столбики без накида в каждую петельку последнюю оставляем 1 2 3 4 первый столбик второй столбик лепесточек и провязываем теперь в каждую петельку по столбику без накида кроме последней вы можете ряды не считать то есть не обязательно в принципе вы потом в конце уже когда довяжите диаметр нужный который вам допустим если для девочки это там 24 25 если женский это 26 27 в общем когда довяжите нужный диаметр вы тогда уже можете посчитать по вот этим количеством столбика сколько вы провязали то есть не найти вот эту основу хотите в начале вязания можете отметить ну честно говоря это бесполезно мне это не помогло в общем 1 2 3 4 продолжаете каждую дырочку делать по 2 столбика без накида и довязывайте столбики в каждую петельку по столбику до следующей дырочки не довязывая одну петелечку то есть вот она снова у вас осталась брошенная петелька не довязана снова провязывайте 1 2 3 4 и дырочку провязываете два столбика без накида и И каждую петельку провязываете по столбику без накида, кроме последней перед следующей дырочкой. Вот она у вас одна осталась. Вы ее бросаете. Снова 1, 2, 3, 4. В лепесточек дырочку нашу делаете снова 2 столбика без накида. Провязываете каждый столбик без накида в петельку. Последнюю петельку не довязываете. И еще раз повторюсь, благодаря последней брошенной петелечке у нас идет вот это вот смещение. Посмотрите, у нас идут дырочки не просто вот так вот дырки, а идут уже такие вот, как такими вот спиралеобразными, в общем, или как объяснить, не знаю даже. В общем, продолжаете не довязывать одну петелечку. Делаете воздушные петельки 4, их всегда 4. Довязываете 2 столбика без накида в них и в каждую петельку провязываете по столбику. Не довязываете одну петельку. Снова воздушные петли. Как я вам говорила, очередование воздушных петелек. Обязательно в предыдущую воздушную петельку делаете 2 столбика без накида. И просто продолжаете в ваши петельки с предыдущего ряда столбиков провязывать столбики без накида. Последнюю бросаете. Снова воздушные петли. 2 столбика без накида в арочку, в эту в лепесточек. И продолжаете в каждую петельку, кроме последней перед лепесточком, провязывать столбики без накида. В общем, как вы видите, уже более четко выраженная. Вот таким легким способом основа беретика вяжется верхушкой. Я надеюсь, что теперь вам все стало понятно. И в принципе, довольно таки видно, я думаю. В общем, ставьте лайки. Люблю вас. Ровных петелек вам. Пока-пока.